Всем привет! С вами Кристина Евженко и очередная полезность, как быстрее выучить ноты. Идея данного видео возникла у меня в связи с тем, что в классе стало появляться много новичков. И первые уроки мы посвящаем тому, что изучаем, где пишутся ноты на нотном стане, сколько они прятся, и все самое необходимое для того, чтобы вы научились читать ноты. И возникает такой момент, что все уже понятно, но надо же их учить. Кмуан, 21 век. Я хочу познакомить вас с музыкальными приложениями, которые помогут вам быстрее выучить ноты. Это будет полезно не только новичкам, но и продолжающим ученикам. Я скачала 5 приложений, которые мне понравились, и я могу их рекомендовать. Первое – Сальфеджо. Так, напомнить позже. Вот вы видите скорпичный ключ, нотный стан, и нужно угадать ноту. На первой линейке у нас располагается нота Ми, и мы ищем ее на клавиатуре. Правильный ответ подсвечен галочкой. Между второй и третьей линейкой у нас нота Для. Точно таким же образом мы поступаем. В опциях можно выбрать и верхний регистр, потренировать басовый ключ, Соль мажор добавить, Фа мажор, то есть другие тональности еще. Три ноты может быть написаны, и таким образом вы будете себя тренировать. Вот нота Ми, слышите, она звучит уже выше в другой октаве. Дальше, Фа диез внимательно при ключе, поэтому мы нажимаем черную клавишу и так далее. Функшенал Эр тренер. Переходим в него. Ознакомливаемся с методом Алина. Обратите внимание, здесь вся теория, которую мы проходим на уроках в конспективной форме. Это очень удобно. Дальше, базовая тренировка. Ну, начнем с до мажора. Вообще-то приложение для тренировки вашего слуха. И вот сейчас приложение будет играть тонику субдоминанта-доминанту и тонику, и вам нужно будет угадать, какую потом клавишу сыграло приложение. Играем. Сначала четвертая ступень по счету. А вот это третья ступень и так далее. Так, мы выходим. Также можно продвигаться. Вот слышите, приложение играет вам те же самые ноты, и вам нужно будет уже написать их на листке, а потом посмотреть ответ. Вторую и четвертую ступень. Ну, заходим в третье приложение. Sol for it. Приложение для чтения нот. Ключ-Sol у нас. Это скрипичный ключ. Можно выбрать разные. Дальше уровень первый я ставлю. И начнем играть. Вот вы видите, ноты уже быстренько у нас перемещаются. Это нота Си, это нота Фа, это нота опять Си, это нота Ми. Хорошо. А когда я ошибаюсь, приложение показывает вот такой вот дурацкий звук. Очень забавный. Итак, если я хочу более продвинутый уровень, то я поставлю пятый, скажем, и вот у меня где попало вообще написано ноты. Это надо быстро читать и повышать свой навык чтения нот. Потренируйтесь. Четвертое приложение. Тренажер ритма. Итак, я продолжу. Стану мастером ритма. Значит, что здесь у нас? Мы пройти тест навыка. Вот здесь объясняют, что такое две восьмые ноты синкопа. Я вот выбираю, что я хочу тренировать. Ну, допустим, хочу шестнадцатые потренировать ноты. Вот здесь ритмическая фигура, как она выглядит, в каком размере. И начинать. Я слушаю и повторяю стуками по экрану. Вот таким образом. То есть вы видите ритмический рисунок, как это записывается и как это звучит. Музыкальный помощник в теории. Итак, все самые необходимые теоретические знания у нас здесь. Интервалы, как они выглядят. Обратите внимание, можно их даже послушать. Малая терция, вот допустим, как звучит. Вот таким образом. Ну, красота. Дальше. Гаммы, какие бывают, из чего они состоят. Все необходимые динамические символы. Октавы, что еще, длительности, как они выглядят, как называются. И тоже каждую можно послушать. Аккорды. Я хочу сейчас позаниматься. Естественно. Встроенная клавиатура, камертон. Можно слушать ноты. Итак, упражнение я хочу позаниматься над интервалами. Вот, нажимаем начать. Что звучит? Звучала чистая квинта. Звучала чистая октава. И так далее. Дальше. Я хочу аккорды потренировать. Ну, допустим, легкий уровень. Не новичок, но вот уже чуть более. Что это звучало? Увеличивает трезвучие. Опять оно же. И так далее. Дальше. Чтение нот можно тренировать. Ну, вот, допустим, нажмем на новичка. Мы видим паузы. И написано нота ми в первой октаве. Дальше нота до написана. Здесь чуть более сложное обозначение. Опять нота ми, опять нота до, опять о. А вот сейчас нота до идет во второй октаве. Поэтому я перехожу на нижнюю раскладку. Тоже галочкой все подсвечено. Все правильные ответы. И интервалы также можно потренировать. Вот мы видим терцию. Доми это большая терция. Поэтому я нажимаю. И мой ответ подсвечен галочкой. Дальше. Это у нас чистая октава. Это у нас опять большая терция. И так далее. Далее. Ну, чудесный помощник. Учите ноты и занимайтесь с удовольствием.